Меня зовут Каролина, я одна из учениц Академии ЦИСКО на базе университета СидиКом. Также я бывшая участница программы инкубатора ЦИСКО. А сейчас я готовлюсь к тому, что собираюсь работать в Польше, в ЦИСКО. Я буду инженером в АЭС-центре. У меня история такая, из ряда вон выходящая, может быть, немножко, но это действительно правда. Я по образованию экономист, мне особо это никогда не нравилось. Надо было уже идти хоть куда-нибудь, чтобы год не теряться. Меня с детства, с молодости интересовали IT-технологии, все такое интересное, разное. Особенно сети, корпоративные сети. Потом жизнь распорядилась чуть по-другому. Я занималась с детства спортом, пошла больше в фитнес-индустрию, работала как фитнес-тренер. Но вот мечта моя о технологиях, о корпоративных сетях жила. И я вот нашла, грубо говоря, в интернете ссылочку на университет Сидяком. Нашла Академию ЦИСКО. И вот заполнила анкетку и начала свое обучение там. И как бы потом, спустя где-то полгода, я подалась тоже на программу инкубатора ЦИСКО. И как бы прошла там обучение, собеседование. Ну и вот как результат меня взяли. Я обучалась, я считаю, у самых лучших. Я не знаю, может в мире кто-то есть лучше, но в странах СНГ и мне еще лучше не попадалось даже у меня в университете. Я училась у Константина Герасименко и Елены. Мне очень повезло, потому что очень хорошие преподаватели. Действительно рожевывают, как будто для беззубых дедушек. Ну, я вот как бы, ну, у меня не было до этого абсолютно никакого опыта. И вот буквально за полгода я, можно сказать, изучила АЗИ. И мне это действительно помогло. Ну, потом у меня, конечно, была программа инкубатора. Там тоже мне помогали инженеры. Но вот все основы действительно я вот получила там. Ну, мне очень понравились практики. Действительно то, что у нас была возможность работать с настоящим оборудованием. 24 часа в сутки нам был доступен наш инструктор. Мы могли любые вопросы задавать. с любыми, даже вот вне темы. Ну, мне повторяли по многу раз, например. Мы могли одно и то же. Но вот мне очень нравилось то, что профессионализм сразу виден был. Люди абсолютно нормально, адекватно к этому относились. Все мне объясняли. Ну, вот. Я считаю, это самым главным. Оно очень удобно чем? У нас лекции были удаленно по интернету в онлайне. Плюс у нас были доступны записи, которые мы можем пересматривать в любое время. Они доступны все время. И также вот эти вот практики. Практики можно было делать удаленно, если ты на расстоянии находишься. Либо же, ну, у тебя есть возможность приезжать. Ну, я приезжала и удаленно как бы проходила. Ну, мой совет тем, у кого есть возможность, конечно, лучше приезжать, все смотреть, все эти кабели потрогать, посмотреть, куда что втыкать. Ну, я думаю, как и у всех, и с этим как бы столкнулись каждый. Даже при прохождении программы инкубатора я тоже этого боялась. То, что, ну, грубо говоря, у меня нет такой основы, как у студентов-технарей. Потому что 90% это действительно те, у кого был какой-то бэкграунд, кто обучался, кто что-то в этом понимал. А я как бы пришла абсолютно с нуля. Нет, я там знала, что такое компьютер, что такое интернет, там, как что и как. Но, в принципе, вот у меня больше всего это, что я не справлюсь. Плюс у меня в группе было очень много людей, которые были более опытные, со стажем, можно сказать. Готовый CCNA. Но, как бы, это меня не остановило, потому что, опять же, была поддержка инструкторов, они меня подталкивали. Также, вот, программа инкубатора мне очень помогла, потому что там это вообще абсолютно другая реальность. Поэтому, вот, как бы, ну, а так, то, что девушка в IT, ну, это вот, как бы, это уже старые пережитки, и они вообще никого не должны сейчас беспокоить. Ну, мне это было всегда интересно, и я, как бы, решила, что надо попробовать для себя развиваться, как в разных планах. И, ну, мне, конечно, хотелось себя попробовать в IT, но, опять же, вот, как я и говорила, у меня были опасения, чем это все закончится. И, как бы, смогу ли я вот этим дальше, ну, обучаться, заниматься. Ну, как бы, ну, я скажу так, что если получилось у меня, получится и у всех. Это раз, два, не надо бояться, это абсолютно. Будет тяжело, действительно, будет тяжело и во время обучения. И не буду скрывать, мне на программе инкубатора было довольно-таки тяжело, но оно безумно все интересно. Вы, как только вы это войдете, вы лучше оттуда не выйдете, грубо говоря. Действительно, новые знания, новые люди, новые знакомства, абсолютно другая атмосфера. Нет вот этого вот какого-то такого давления, да, что-то там, или девушка, или ты там с какой-то стороны нет. Все абсолютно тебе помогают. Вот такой круговорот. Вот, ну, не знаю, мне очень интересно, мне очень понравилось. И, как бы, я поняла сразу, когда, если у меня и были какие-то там опасения, вот, когда я уже прошла на инкубатор, я поняла, что все, это мое, мне это нравится, и я буду продолжать этим заниматься. С английским, ну, как бы, вот, с английским, как бы, надо его знать, потому что английский нужен везде. Ну, также я проходила английский для IT в университете CD-ком. У меня был очень хороший преподаватель Олег Морозов. Привет. Вот, и я как раз этим начала заниматься до инкубатора, и я считаю, что это мне тоже, в принципе, помогло. Плюс на инкубаторе у нас были коучи, которые давали нам английский, преподавали, да, и все время все материалы на английском, все работы на английском, все тесты на английском, лекции на английском, семинары на английском. Ну, и, как бы, ты потихоньку в него, вот, втягиваешься. В принципе, когда ты все время это слышишь, читаешь, то, ну, нормально, как бы. Ну, опять же, это самообразование, это книги, это сам себе тесты. Я перед работой, конечно, тоже. У меня было лето ботаника, как я люблю говорить, по 8 часов, все сены, английский, немецкий, все же хочешь. Ну, я считаю, это того стоит, потому что это действительно было моей целью, как бы. Точнее, как бы, цель, о которой я мечтала, но я о ней даже и не думала. Ну, другим студентам я бы пожелала верить в себя. Это раз. Два. Учиться, учиться и учиться. Три. Не бояться, не думать, кто что, о ком подумает. Это вообще никому не важно, кроме вас, грубо говоря. И если у вас есть цель, вам это интересно, вы хотите этим заниматься, пожалуйста, вперед. Я всех, как говорится, приглашаю. Опять же, ну, как бы, по поводу программы инкубатора, потому что вот только-только-только. Я всем тоже советую абсолютно, как и университет. Потому что, если вы хотите, вы должны сначала попробовать, посмотреть, ваше, не ваше. Там, как бы, это все зависит от вас. Вы сразу поймете. Там, кого попало, грубо говоря, не возьмут. Там сразу видят. Если человек хочет, вас поверят. Поверьте мне. Если в меня поверили, вас точно поверят. Вот.